Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал важнейший для российского автопрома документ. Это постановление, которое вводит экспериментальный правовой режим на платной магистрали М11 Нева. Что это значит? На трассу теперь совершенно легально могут выйти беспилотники двух производителей – Камаза и Старлайна. Пользоваться автомобилями планирует перевозчик Global Truck, а также логистические подразделения сети Magnit и группы X5. Правда, первые 100 часов беспилотники должны отъездить под контролем водителей. Но если за этот промежуток не случится никаких происшествий, машину разрешат оставить уже под надзором одного только диспетчера. В 2023 году работу начнут пять автономных большегрузов. Притом Камаз готов выпустить технику на дорогу следующей весной. В 2024 году парк перемещающихся между Москвой и Петербургом машин по прогнозам достигнет 50 единиц. Сейчас Камазовский грузовик, способный передвигаться без участия человека, накатывает тестовые километры на новом испытательном полигоне. Машина, оснащенная сразу четырьмя типами сенсоров, получила название «Одиссей». В Минтрансе уверены, что отказ от водителей позволит повысить безопасность дорожного движения. Обещано даже снижение смертности на 8%. Но откуда взялись такие данные, ведомстве не уточняют. Также считается, что внедрение автономных грузовиков сразу на четверть увеличит коммерческую скорость большегрузов. Дескать, машина сможет двигаться без единой остановки на протяжении всего пути. Себестоимость перевозок вроде бы должна упасть на 13%, но этот пункт вызывает больше всего вопросов. Ведь аналитики заложили, что электронный мозг будет вести грузовик так, чтобы снизить расход топлива аж на треть, что маловероятно. Ну а сокращение шоферской братьи якобы уменьшит издержки транспортников на 30%. При этом не уточняется, сколько, собственно, будет стоить современный российский беспилотник в серийном виде. А без этого оценивать справедливость выкладок просто бесполезно. В любом случае, КамАЗ считает, что логистические компании захотят попробовать новый формат перевозок. Вот только трасса М-11 фактически не завершена. Северный обход Твери еще не построен, а без него затея выглядит странной. Через столицу региона грузовик придется везти водителю по старой трассе М-10. Впрочем, новую дорогу с двумя мостами через Волгу и Тверцу уже начали строить и сдадут в эксплуатацию частями в 23-м и 24-м годах. Продолжение следует...